Прогноз на бой. Рафаэль Физеев, Брэд Риделл, который состоится на UFC Vegas 44 в ночь с 4 на 5 декабря. Не забывайте поставить лайк видео и подписаться на наш канал с кликом по колокольчику. Легкая весовая категория и поединок пройдет в формате максимум 3 раунда по 5 минут. Встречается 14 номер рейтинга Физеев и номер 12 рейтинга Риделл. По итогам боя Брэд может претендовать на 10 строку рейтинга, а Рафаэль в случае своей победы займет место Риделла. Поединок был назначен в начале сентября, а это значит, что оба бойца на полном лагере в 2 месяца. Интересная особенность. Сейчас у отечественных букмекеров Физеев идет фаворитом примерно за 1,6-1,7. Но открывались бойцы равными. И такими же равными они идут на момент записи видео у западных букмекеров, на которых влияют беттеры со всего мира. Снова отечественные букмекеры пытаются манипулировать нами, играя на патриотических чувствах. Давайте разбираться, такой ли фаворит Физеев и есть ли шансы на победу у Риделла. Еще больше прогнозов на UFC в нашем телеграм-канале и группе ВКонтакте. Ссылка под этим видео. Рафаэль Физеев. Уроженец Казахстана и ранее выступавший под флагом Кыргызстана. После недавней травли его и семей со стороны Муфтията, Рафаэль отказался выступать под флагом Кыргызии. Неприятная ситуация, но она не должна повлиять на его подготовку к поединку. Физееву 28 лет и он за 5 поединков в UFC смог подняться на 14-ю строку рейтинга. Использует левую стойку и при необходимости может ее сменить, хотя потеряет в уровне техники. В качестве базы – тайский бокс и самбо. Предпочитают работать первым номером и прессингуют соперника до финального решения судей. Хорошее кардио, которое позволяет выкидывать хайкики и в третьем раунде. Очень хорошо бьет по всем этажам. Мощные и частые лоу-кики. Торс противника обрабатывается с двух сторон миддл-киками, а руки размашисто летят в голову. Футворк отличный, но… В каждом из его затяжных поединков мы видим уже во втором раунде, как Рафаэль начинает застаиваться. Это же подтверждают постоянные выкрики угловых, чтобы он больше двигался. И, как раз, в этот момент он начинает ловить больше в голову. Притом сквозь блок тоже летит часто. Пересмотрите его бои с Грином, Диакези и Уайтом. Работа в партере не конек Физиева. Но при необходимости он может сделать подсечку и притормозить бой, если что-то идет не в его пользу. Тайминг. Очень хорошо развит этот скилл. Вот только используется больше для показухи, а не контратаки. Это еще один минус Рафаэля. Позерство и игра на публику там, где должна быть агрессия. Несмотря на то, что он вырубил Майкана, нельзя сказать, что в руках Физиева нокаутирующая мощь уровня UFC. Сколько от него получали по голове все те же Грин, Диакези и Уайт, но они так и не были в нокдауне. Притом Рафаэль выпускает очень много ударов по воздуху. Практически половина не находит цель. Это лишний расход сил, который он оставляет в первом раунде. Но вот чего не отнять у Физиева, это желание победить. Он прет как танк и победа решением как раз из-за его активности, которую отмечают судьи. Да, хороший боец, который будет еще развиваться. Но ждем, как он проявит себя с джитсером в партере. Вероятности времени UFC от Гид Фэмили. Если еще не знаешь, что это такое, то посмотри промо-видео по ссылке в закрепленном комментарии этого прогноза на YouTube. Брэд Ридделл. Именно ударение на Ридделл. Представитель Новой Зеландии. Свои 30 лет встретил на 12-й строке рейтинга UFC. К поединкам готовится в популярном зале Сити Кикбоксинг, где вместе с ним занимаются Одессания, Волкановский, Хукер, Кара Франц, Шень Янг и Ульберг. Хорошая компания и стимул получить пояс чемпиона. Работает из левой стойки и делает это неспешно. Без проблем отработает вторым номером, чтобы заработать очки на контратаках. А вот очки он зарабатывает благодаря своей правой руке. Хуки и кроссы летят очень мощно в голову соперников. И слышат их не только телезрители, но и даже зрители на арене, в последнем ряду у стеночки. Футворк не самый лучший, но благодаря такой экономии энергии он просто взрывается в конце третьего раунда и отдает себя полностью. В этот момент Брэд и забирает последний раунд во всех своих боях. Риддел обладатель пурпурного пояса БЖЖ, но здесь только для навыков защиты и это получается отлично. Переводить вниз тоже умеет и пользуется навыком, когда нужен перерыв стойки или пора спасаться и притормозить бой. К минусам отнесем его пассивность в первом раунде, за счет чего в нескольких поединках его могли погасить на этом отрезке боя. Да и в целом Риддел плохо защищается, много пропускает и не держит соперников на дистанции. Спасает его тайминг и работа на контратаке правой рукой. Очень спасает. Брэд хороший боец середины дивизиона, но на чемпионство не дотягивает. Надо развивать футворк, ударку ногами и атакующее действие в партере. Итог и наш прогноз на бой Физиев-Риддел. Как мы видим развитие поединка. Исходим из того, что он продлится как минимум 2 раунда. Так что тут уже играем раунд 3 начнется да. По вероятности времени это как раз и видим. Физиев будет очень опасен в первом раунде и Риддел отхватит свое, поэтому будет тормозить бой в партере. Ему важно затянуть поединок. Первый раунд заберет Рафаэль. А вот дальше мы знаем, что он начинает застаиваться и здесь очень хорошо будет прилетать правая рука Риддела. Она так делала всегда и теперь нет повода не повторить это. В партер Физиеву лучше не лезть, так как Брэд без проблем встанет и может даже попытаться выйти на сап. Это лишний расход энергии для Рафаэля. В какой-то момент бойцы сорвутся на рубку, которая закончится в партере. Физиев многократно почувствует перчатку соперника на своей челюсти в стойке. Итак, победителем боя наша команда выбирает Брэда Риддела. Мы делаем ставку на то, что это будет затяжной поединок и именно в этой ситуации Риддел чувствует себя лучше, незаметно наращивая свое преимущество, работая вторым номером. А в том, что Физиев будет первым номером, мы не сомневаемся. Это как раз и должно погубить Рафаэля. Переть с шашкой на голо, когда нужно разыграть шахматную партию. И третий исход, на который мы сделаем ставку, как появится роспись. Бой ночи. Да, если поединок продлится до третьего раунда, то мы увидим бой ночи. Оба бойца знают, как закатить шоу и сделать красиво с качелями в обе стороны. Обсуждение турнира в лайве будет, как обычно, у нас в чате по смешанным единоборствам. Ссылка под этим видео.